все короче балаболем что-нибудь так пониже сделаем всем здравствуйте всем так видно нас ты подключилась так буквально подождем несколько секундочек сейчас мы увидим что к нам подключаются люди всем здравствуйте девчат кто уже здесь так хорошо вижу так сегодня у нас четверг сегодня у нас четверг 2 часа дня мы как обычно выходим в прямой эфир так ура пришла наташа привет марина ура пришла марина так же кира рада валентина так девчонки привет короче сегодня у нас четверг как обычно два часа дня встречаемся по четвергам сегодня вас на связи на связи с вами, как обычно, город Ростов-на-Дону. Зовут меня Наташа Коклюгина. Я это первые две секунды обычно там это может быть даже больше себе напоминаю, кто я есть. А я это чтобы не забыть на всякий случай. Значит, я инструктор школы Екатерины Мирошниченко в городе Ростове-на-Дону. Так, и по четвергам мы с вами в рамках да, где-то может быть немножко рекламы, да, где-то в том, чтобы рассказать вам какие новые новинки у нас вышли в работу для мастеров, ну и какие-нибудь варианты дизайна сделать несложные. Сегодня я решила, что можно немножечко порисовать, потому что неоднократно в комментариях девчата писали, что не делать дизайны, допустим, попробовать варианты дизайна сделать без декораций, ну, насколько это будет возможно. Вот. И, значит, использовать какие-нибудь рисовательные моменты. Я сегодня решила обобщить в сегодняшнем дне, в сегодняшнем мастер-классе. Можно добавить в работу немножечко элементы вензелёчков, можно добавить в работу, допустим, вот такие мазковые цветочки. Ну, а в основу я взяла гель-лаки, которые вышли в новом, недавно совершенно появился набор новых гель-лаков. From Down to Dusk. Вот. Здравствуйте все тут пока здороваются. Какая красота. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, я забыла, знаете, что сделать? Забыла выключить телефон. Сейчас я уберу звук, а то это вы не сможете так. Окей. Так, ну что. Значит, это я вам показала то, что мы сегодня с вами сделаем. Это совершенно несложно. Я думаю, что справятся все. Это будем считать базовые элементы. У нас в школе Екатерина Мирошниченко в разных городах проходит курс, так называемая художественная роспись азбука линий. И вот как раз таки в азбуке линий, в базовом курсе художественной росписи мы всегда обязательно рисуем элемент вензеля, да, вензелечки. И обязательно вспоминаем про московые цветочки. Также эти элементы есть и в курсе онлайн, который тоже как бы продается как бы от школы Мирошниченко. Вот. Есть точно так же, такое же одноименное название онлайн курса азбука линий. Так и называется художественная роспись. Первый уровень азбука линий. И как раз таки вот этот азбука линий состоит из отдельных элементов. Значит, из отдельных элементов. То есть как бы мы и на уроке в классе, и в онлайн уроке, конечно же, рисуем тонкие линии, толстые линии, пятнышки какие-то, да, волнообразные линии, дугообразные линии, изогнутые линии, прямые линии, неважно, короткие, длинные, толстые, тонкие. Все это элементы, которые как бы, ну, будем считать базовые элементы. Вот. И точно так же, вот, допустим, как бы элемент вензелечков тоже является как бы базовым элементом, который потом можно, знаете, так наворотить так до неузнаваемости, усложнить очень сильно. Но на самом деле, как бы, все это основано там на трех линиях, из которых состоит вензелечек. И вот мазковые цветочки точно так же очень часто встречаются в дизайнах от Екатерины Николаевны Мирошниченко. Очень много девчонки-инструктора по разным городам рисуют вот эти цветочки. Но они, правда, реально быстрые, и поэтому мы сегодня сделаем и такой вариант один, и такой вариант один, чтобы было понятно, что действительно это совсем не сложно. Итак, значит, в основу мы возьмем гель-лаки, которые у нас... Сейчас попытаюсь, ага, немножечко, так, я пока в сторону уберу. Итак, From Down to Dusk. Набор из шести гель-лаков. Такие вот красивые, сочные, такая интересная зелень, такая интересная травяная. Очень красивый цвет, мне очень понравился, 407-й такой, нечто между коралловым и красным цветом. Ну, обо всем по порядку, опять же, мы уже как бы вспоминали про эти гель-лаки, это я сюда поставила красочки для стемпинга, потому что можно для фона использовать. Итак, шесть цветов, начиная с 403-го номера по 408-й номер. 403-го номера, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й. Вот так вот. Выкраска вот этих вот шести гель-лаков из этого набора. И мы с вами как раз таки воспользуемся ими, ну, на самом деле, да, абсолютно, ну, не важно, да, можно ведь любой же цвет использовать, не обязательно. Но мы должны как бы показать вот с вами сегодняшним именно на мастер-классе, да, что у нас вот есть именно такие цвета, которые до этого, кстати, не встречались ни в одной из коллекций. И эти цвета, девчат, очень плавненько перейдут, конечно же, на осень, потому что эти цвета можно, в принципе, использовать, такие они довольно-таки яркие. Для любителей, конечно, есть и спокойных оттеночков, да, 405-й такой нюдовый цвет. Вот, а все остальные плавно с летом могут запросто перейти на осень. Итак, значит, давайте начнем, например, с вензелечков, если вы не против. И, конечно же, в основу возьмем белый фон. Белый фон, на который можно добавить, в принципе, любые цвета, и неважно, из этого набора, и с другого набора. Ну, а мы будем потихонечку рекламировать набор вот с этими цветами, с 403-го по 408-й. Итак, 001 фон, белый лотос, гель всех времен и народов. Я думаю, что в любой гелевой системе есть хороший белый цвет. Не обязательно брать, допустим, там... Ну, как не обязательно? Конечно, обязательно. Я же должна рекламу вести не только новых наборов, но и напомнить о том, что есть классические цвета, без которых мастер обойтись, в принципе, не может. Ну, вот как раз-таки белый цвет – это как раз-таки то, что надо. Так, ну что, белый цвет нанесу в один слой, а вообще, конечно же, на клиентов лучше нанести в два слоя. Так, это мы дело просушим, и сразу заодно подготовим фон под следующий вариант для цветочков. И тут мы возьмем, девчат, с вами, в принципе, любой цветной мы можем взять. Видите, вот такие вот, да, тут вот на зеленом фоне. Давайте вот такой коралловый возьму. Это как раз-таки 406-й будет номер. 406-й. Покроем весь ноготочек, не будем сегодня умничать. Градиент мы делали уже много-много раз. И даже уже эти цвета из этой коллекции, девчат, мы уже с вами делали мастер-класс, и я делала технику кракелю. Тоже мастер-класс выложен на ютюбе, и именно в основе тоже лежат именно эти цвета. Давайте тоже в один слой покроем, хотя на самом деле на клиенте, конечно, лучше покрыть все-таки в два слоя. Первый слой просушить 30 секунд и добавить второй слой. Так, теперь очень простой такой приемчик. Мы с вами добавим сразу два, а можем даже три цвета. Ну, давайте возьмем 408-й, например, номерочек. Так, давайте добавим сюда же, например, 407-й. И давайте так неожиданно добавим сюда еще какой-нибудь зеленый цвет. Ну так, чтобы по максимуму. На самом деле сейчас очень часто, видели, наверное, не видели, девчат, очень часто сейчас делают такие дизайны, просто делают какой-нибудь нейтральный фон и просто такие, знаете, мазками добавляют цвета. Все какие вот есть в наличии, сверху помазал в разные стороны, размазал их как-нибудь там, как получилось, как Бог ногтей гипонихи послал, так и слава Богу. Так, кисточку бы мне надо сначала смочить в какую-нибудь капельку базы. Вообще, перед началом работы хорошо бы смочить кисточку просто в жидкую базу. Сейчас я вот так сюда с краешку вот так капельку положу. А кисточку возьму, девчат, для градиента. У нас она 1-1-1-4. Кисточка амбре называется. У нас такой маленький парадокс. Мы кисточкой для амбре делаем градиент. Вы знаете, на самом деле, я уже говорила, я не знаю, чем отличается амбре от градиента. Мне почему-то кажется, что градиент это все-таки больше для волос. Амбре, вернее, амбре для волос. Вот понятие, да, когда волосы выкрашивают разный цвет, да, там у корней там один цвет, на кончиках другой цвет. Вот. А вот для ногтя, на ногтях переход цвета, это как раз таки градиентом называется. Я совершенно могу быть не права и абсолютно ни в коем случае не пытаюсь умничать, просто пытаюсь тянуть время, конечно. Но я думаю, что есть много людей, которые думают, наверное, точно так же, как и я. Так, ну что, давайте вот так вот. Начну аккуратненько вот так. Мне нужно аккуратненько-аккуратненько добавить, например, один цвет. Если что, я потом продублирую, конечно, еще разочек. Рядышком нанести второй цвет. Можно первый цвет, например, было просушить, кстати. Но когда кто-то нервничает, оно и не до этого. Давайте сейчас просушим. Просушим только, ну да, вот тут вот аккуратненько. Чуть ровнее. Хоть я, конечно, потом добавлю какой-нибудь шермикончик сюда на границу между белым и красным цветом. Ой, господи, простите, цветным каким-то покрытием. Но и тем не менее. Так, пока просушу. Так. Просушу типа 30 секундочек. Кисточку вытираю пока. Даже вот так можно капельку вот так вот в базе промыть, да? Так, ну и сейчас посмотрю. Надо продублировать, нет? Так, и можно, знаете, так вот аккуратненько снизу добавить. И на самом деле вот такое вот покрытие, вот такой способ покрытия абсолютно ни к чему не обязывает. И все остальные пальчики, это, например, палец на одной руке, ой, простите, там пальчик, например, там четвертый, да, или там какой-нибудь указательный. А все остальные пальцы, конечно же, один из этих цветов. Так, надо чуть поплотнее положить зеленку, а то вот так. На самом деле, девчат, пусть это вас не пугает, это потом, конечно же, уйдет на задний план. Но зато любой из этих цветов может участвовать как раз теперь в покрытии. Просушиваем. Просушиваем 30 секундочек. И очень я люблю добавлять в минимализм. Можно было два цвета добавить, не обязательно три. Я просто пытаюсь задействовать больше, да, гель-лаков из набора, которые в данный момент представляю. Вот. Поэтому, как бы, конечно же, можно было и просто один цвет добавить, да, можно было парочку цветов, можно было вообще без ничего. И то красиво будет. Самое главное сказать, какая клиентка красивая. Так, очень люблю в работу добавлять шармиконы, линии, золотые линии, черные линии. Есть еще белые линии, серебряные линии, черные, золотые. Ну, не знаю, мне кажется, самые ходовые, это все-таки черные, золотые. Опять же, на любителя, да. Возьму черненький цвет. Так, и шармикончики, наклеечки, да, оно на специфическое название у ими. Шармикончики, да, просто каждая наклеечка, как отдельно взятый дизайн, да, как шармики на браслете от Пандоры. Вот. Значит, приклеивать лучше всего, конечно же, на топ без липкого слоя. И в нашем случае, девчат, это, конечно же, будет теклос. Сейчас нанесем теклос тоненьким слоем. Не знаю, можно было только, конечно, под наклеечку нанести, но вы знаете, я вот, например, у меня такое глубокое убеждение, пусть уже будет равномерное покрытие по всей поверхности ногтевой пластины, чтобы, да, толщина ногтевой пластины не отличалась. Так, ну что, можно какую-нибудь наклеечку добавить в виде какой-нибудь надписи, да, всегда очень хорошо, значит, скажите, что делает, осовременивает наклеечка с какой-нибудь надписью. Я даже не буду говорить конкретно номер, потому что я уверена, те, кто пользуется декорациями от Эми, на 100% есть какие-нибудь шармикончики с надписями. Но они прикольные, они реально вот, знаете, какая-нибудь надписьюлечка буквально незначительная, и она очень прямо хорошо, ну, как бы осовременивает, осовременен делает более современным дизайн, да, какая-нибудь, видите, вот тут вот лав, вот тут вот саммер там, допустим, видите, лето там туда-сюда, а тут вот я люблю тебя до слез, ну, и типа такого. Так, возьмем какую-нибудь надпись. Так, давайте. Итак, шармикончик в виде полосочки, есть такое дело, прикрепили на просушенный топ без липкого слоя, в нашем случае это теклос, топ без липкого слоя. Значит, все по-разному читают это название, кто-то из девчат читает как теклос, кто-то читает таклес, ну, короче, я, честное слово, не знаю, как будет правильно, поэтому хотите, назовите таклес, хотите, назовите теклос, это абсолютно не сыграет никакой важной роли. Самое главное, просушить и приклеить на теклос какую-нибудь декорацию, да, в виде наклеечки. Я, слушайте, пока нервничаю, мне кажется, даже как-то умудрилась криво наклеить, ну, как бы, ну, мастерски криво, скажем так. Так. И давайте какую-нибудь наклеечку сюда наклеим. На самом деле, не принципиально, конечно. Ну, вот я нашла какую-то на белом фоне, как раз таки, просто пусть черненькие буковки будут. Вот так, на белом фоне. Знаете, а для красоты, конечно же, а для красоты хочется немножко, ну, как положено в Ростове-на-Дону, как обычно, да? Так, как положено в Ростове-на-Дону, все лучшее сразу. Девчат, нет, не критикуйте, если что. Это же на любителя, правильно? Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я считаю, очень даже прикольненько. Так, все, фон у меня готов, и теперь мы будем рисовать вензеля. Тут какие могут быть варианты, девчат? Может быть вариант такой, что можно, например, закрыть ноготочек и рисовать сверху. Можно, например, значит, нарисовать, а потом закрыть топом. И все это благодаря тому, что у нас есть в работе эмпасты. Сейчас я секундочку, что-то забыл. Придется встать. Есть гелевая краска, которая называется эмпаста. Эмпаста, да? Есть белая, черная и есть миллион других цветных. Так вот, эмпаста это гелевая краска, которая не имеет остаточной липкости и которую можно запросто рисовать по готовой поверхности. Я все-таки предлагаю нарисовать сначала рисунок, потом закрыть его топом, а сверху, например, черные вензелечки, которые мы нарисуем, продублировать сверху белым, например. Почему бы и нет? Рисунок тогда будет такой, более объемным. Так, я взяла капельку базы опять. Капелька базы. Вот здесь, вот на пластмассочку, да, положу. Кисточка 5 дробь 0, белая синтетика. Можно черная синтетика, можно белая. Белая просто чуть покороче и помягче, а черная синтетическая кисточка, она чуть длиннее и пожестче. Вот смотрите, 5 дробь 0, 5 дробь 0. Видите, абсолютно одинаковая градация кисточек, но при этом, видите, белая она чуть короче, а черная чуть длиннее. Поэтому, скажите, если кому-то вот удобно и более длинной кисточкой рисовать, ради бога, можно попробовать. Ну, я не знаю, я вот когда вензеля рисую, все-таки мне ближе к телу белая синтетика. Она помягче, и мне кажется, легче управлять. Так, я промыла в капельке базы. И теперь беру буквально чуть-чуть эмпасту черную. И еще раз повторю, что это гелевая краска без остаточной липкости. В нашем случае, в нашем случае это черная смола, да, гелевая краска без остаточной липкости. Итак, значит, я сейчас просто приклеила, ничем не перекрывала. То есть я нарисую рисунок, а потом закрою, хорошо? Итак, значит, каждая линия, девчат, это будет маленькая капелька эмпасты на кончике кисточки, совершенно малюсенькая. Вот, значит, кисточка при этом совершенно чистая, и вы набираете только на кончик кисточки. Очень важно. Знаете, вот рисуя вензеля или какие-то тонкие линии, неважно что. Важно, конечно, подобрать нужную кисточку. То есть как бы хорошая тонкая кисточка – это 50% успеха. И 25% успеха – это то, сколько вы наберете геля на кончик кисточки. А вот оставшиеся 25% – это чисто потренироваться чуть-чуть. Немножко напрячься, немножко потренироваться. Так, я, наверное, попрошу клиентку перевернуть пальчик. И нарисую, знаете, вот так вот сверху вниз аккуратненько. Первая линия вот такая полукруглая, аккуратненько сводим хвостик на нет. И сразу же добавляю внутреннюю линию, которая будет выстилать внутреннюю поверхность первой линии. Видите? То есть половиночка окружности. Вот, поэтому добавили внутреннюю и добавили, можете еще одну добавить. Вот так. Теперь вы возвращаетесь в первоначальную точечку и пытаетесь по окружности вот так вот аккуратненько завести кончик по кругу. И вот здесь вот в серединочке нашей, ну, так сказать, окружности добавить хвостик и соединить вторую линию с третьей. Вот так. Раз, два. Можно, кстати, вот так показать хвостик. Я сейчас попрошу клиентку перевернуть пальчик. Видите? Вот один у нас есть венделечек. Теперь второй венделечек. Можно взять и нарисовать как бы независимо от него, да, можно в эту сторону развернуть. Можно продолжить эту же линию вести. Эту же линию вести только в другую сторону. То есть опять получается у нас с вами половиночка окружности с одной стороны. Очень важно, сколько вы берете геля на кончик кисточки. Нельзя, чтобы линия была жирная. Каждая линия – это маленькая капелька геля на кончике кисточки. Еще раз повторю. Очень важно, чтобы кисть, конечно же, была маленькая, тоненькая, длинненькая, чтобы вам было удобно. Так, ну что, я предлагаю вот сюда даже выйти где-то на полосочки. Ничего страшного. Мы потом все это дело перекроем. Опускаемся вниз и в центре делаем такой маленький легкий изгиб. И соединяем внутреннюю линию со второй. Так, давайте посмотрим, что у нас в результате получается. Вот один вензелек, вот второй вензелек. Так, и продолжим еще. Мы не будем сильно много, естественно. Сейчас будем потихонечку сходить на нет, поэтому каждый последующий элемент, он будет становиться менее круглым, более вытянутым. И уже не такой длинный, не такой большой, не такой, да? Так, аккуратненько можно вот так вот раз и уже не закручивать хвостик. Вот так пустить. Так, сейчас мы вот здесь вот аккуратненько добавим, посмотрим, как у нас тут линии соединяются. Так, ну и сходим на нет. Так, и мы так получается, как бы, да, от кутикулы вниз у нас прошла с вами веточка. Так, аккуратненько вытянем хвостик. И теперь чуть-чуть-чуть-чуть, буквально капельку, подобавляем несколько элементиков. Вот между двумя главными линиями небольшой лепесточек по диагонали, по центру, вдоль основной линии одна точечка с хвостиком, вдоль другой линии еще одна точечка и также с хвостиком. Так, и вот здесь просто сделаем вид, что рисунок дальше продолжается, несмотря на то, что он у нас, он зашел на разделительную линию. Так, ну и можно, можно вот сюда куда-нибудь еще, да, внутренние штучки-дрючки такие, знаете, небольшие, которые подчеркивают внутреннюю площадь, ну, как бы внутреннюю вот эту вот, как бы внутреннюю линию, да, вот вензелечков. Так, ну и вот здесь вот маленькая капелька с хвостиком, не будем сильно много, сказала Наташа, нарисовав 25-й вензелечек, да, на маленьком. Так, все, итак, у нас все цветы видны, значит, мы добавили декорации, нарисовали эмпастой вензелечки, просушили, предлагаю, конечно же, их перекрыть, перекрыть. Давайте перекроем тем же теклосом, почему бы и нет, на самом деле сейчас можно перекрыть все чем угодно, можно перекрыть матовым топом, в нашем случае это будет вельвет топ, да. Можно сделать матовое покрытие, да, можно сделать глянцевое покрытие, абсолютно неважно, вы можете воспользоваться любым топом, который есть у вас в наличии. Итак, перекрываем, я воспользуюсь теклосом, пусть ноготочек блестит красиво. Татьяна Владимировна с кистями Эми рисовать одно удовольствие, спасибо большое, да, кисти волшебные, присоединяюсь к красоте, уже очень красиво. Спасибо большое, Татьяна Владимировна, вот, так прикольно, по имени отчеству и красивая красная челка. Это, что хочу сказать, на самом деле есть очень много хороших кистей, девчата, на самом деле, как бы, ну вот, когда вот живу здесь, когда работаю с этим со всем, конечно же, я считаю, что они очень хорошие. Самое главное, знаете, не оставлять их на свету, нельзя оставлять их в стаканчике на столе, надо все-таки надеть колпачок и убрать в пенал. В пенал, чтобы было темное место, не оставлять вот на свету, потому что сейчас вот тем более лето будет, как правило, знаете, у всех вот стоят столы красивые, сейчас салоны красоты, красивые окна, красивые там. Шторки. Ну, как только на кисточке будет светить солнышко и где-то еще сквознячочек, они сразу же полимеризуются, они сразу приходят в негодность. А если еще кисточки не закрыты колпачком, то, получается, пыль осаждается на волосках кисточки, и вы потом ее ничего, она превращается просто в щетку, и этой щеткой можно только втирать пыль куда-нибудь в поверхность. Вот, поэтому как бы я бы рекомендовала кисточки даже в цветном геле можно оставить, вот так чисто между нами девочками, в цветном геле прям оставить, убрать в пенал, а утром перед началом работы, конечно же, промыть в капельке базы. Так, ну а мы продолжаем с вами. Белый рафинад. Белый рафинад это тоже гелевая краска-эмпаста, да, то есть как бы краска, которая не имеет достаточной липкости, и уникальность ее в том... Мы сейчас тоже рисовали с вами эмпастой, да, только черной. Уникальность эмпасты в том, что ей можно рисовать по готовой поверхности. И вот, на мой взгляд, например, так мрачноватые черненькие вензелечки, да, получились, и мы можем с вами сейчас взять и продублировать просто сверху по готовой поверхности кисточку не забыть промыть в капельке базы от черной эмпасты. Все, промыли. Все. Значит, кисточку вытираем безворсовой салфеточкой. Безворсовой салфеточкой. И можно-можно влажной салфеткой вытирать. Любой влажной салфеткой. Ну, без спиртовой, потому что она уж будет пересушивать. Вообще кисточки нельзя мыть ни в спиртосодержащих растворах, ни в ацетоносодержащих растворах, ни тем более в обезжиривателях. Просто в капельке базы промыли, и все. И потом как бы смочили в капельке базы. Все, кисточку вытерли, кисточка готова к работе. Так, эмпаста белая. Кисточка по-прежнему та же 5 дробь 0. И я хочу сделать маленькие акценты и как будто бы продублировать. То есть черная эмпаста у меня с вами лежит под топом, а белая эмпаста ляжет на топ. Так, каждая линия, это маленькая капелька геля на кончике кисточки. И аккуратненько, аккуратненько продублировать. Можно не дублировать, просто мне кажется, чтобы было понятно, как работает эмпаста. Ей можно рисовать и под топ, ей можно рисовать и на топе. То есть получается по готовой поверхности. Это очень важно. Не могу сказать, что мне прям сильно-сильно удобно рисовать из-под телефона. Но и тем не менее, мне кажется, я попадаю еще пока. Пока еще попадаю, слава богу. Буквально такие вот акценты, да, там где вот линии начинались, такая получается ярко выраженная такая точечка, да, ударение. Вот это вот аккуратно. И вот серединочка, как листочек получается. Хвостик не получилось, ничего страшного. Его можно потом поправить и вытянуть его из основной толстенькой линии. Так, вот здесь. Можно не все дублировать. Можно было взять, например, кстати, можно было взять золотую эмпасту и золотой эмпастой продублировать. Почему бы и нет? Было бы дорого-богато, ну, как у нас положено, да, в Ростове-на-Дону. Все лучше и сразу шермикончик, чтобы блестел, допустим, пасточка. Еще какая-нибудь золотая. Либо серебряная. Тоже неплохо. Мне остались вот эти вот листики сейчас продублировать. Я сейчас, естественно, белую эмпасту, девчат, просушу. Ничем больше перекрывать не буду, потому что уже перекрытие мы с вами сделали, да. Мы нарисовали рисунок черной эмпастой, черной смолой. Просушили, перекрыли топом глянцевым, да, в нашем случае. И вот уже сверху по готовой поверхности продублировали рисунок белой эмпастой. В основе гирлаки из новой коллекции. Коллекция у нас From Down to Dusk. Гирлаки, видите, даже совместили такие цвета, которые особо, да, вроде бы так в жизни бы и не совместил. Вот, значит, эмпасту просушиваем, девчат. Ну, вообще, как бы эмпаста, как и любая гирлака, как и любая гелевая краска высыхает в течение 30 секунд. Но вот если, когда вы рисуете под топ, под топ, можно просушить эмпасту в течение 30 секунд. Когда вы рисуете на готовой поверхности, тогда лучше эмпасту просушить подольше. Если вы просушите минутку, а лучше две, хуже не будет, будет только лучше. Так, спасибо, что рассказали про хранение кистей. Не знала, что их нельзя в стакане остывать. Дело в том, что, видите, свет, вот, допустим, они стоят в стакане, вы спиливаете, вроде бы и пылесосы работают, да. Там вот вы пилите гель-лаковые ногти, да, или там гелевые ногти, агрегелевые ногти, неважно. Пыль все равно попадает, она все равно осаживается. Она вот как вот на лампе сидит, правильно, у вас на рабочем столе и так далее. Точно так же она осаживается, и все. Я поставила в лампу и не включила ее, и это ужасно. Мне сейчас придется, попробовала пальцем, мне сейчас придется поправить, девчат. Ну, ничего, поправим. Эх, как я сама себе придется переделать. Ну, ничего страшного. Вернее, не то, что переделать, а немножко поправить белую пасту. Так, и давайте, пусть пока подсохнет. И давайте сразу сделаем, скажите, что, второй вариант, да, с цветочками. Так вот, пыль, когда оседает вот на кисточке, она потихонечку забивается, как бы, этой пылью, понимаете, а там гель остался. Все, где-то там свет посветил, сквознячок там подуло, потянуло, все, и кисточки, вся эта вот фигня в кисточке, она, естественно, полимеризуется, и все, и потом ее вычистить практически нереально. И все начинают бросаться промывать в обезжиривателе, а искусственное синтетическое волокно превращается просто в щетку. Оно начинает расслаиваться, пушиться и превращается просто в щетку, а не в кисточку. Так, а мы с вами сделаем вот такой вариант. Уже фон у нас с вами есть. Давайте возьмем какую-нибудь пластинку для стемпинга. Ну, я возьму конкретно, у нас есть такая пластинка символа, называется. Мне интересен вот этот вот текст какой-нибудь журнальный или там газетный текст какой-нибудь. Просто для фона, для заднего плана. Так немножко, опять же, осовременить дизайн. Можем с вами взять черный лачок. Вот, можем взять черную импасту, но импаста черная не дает такой яркости. Она такая, знаете, более, как будто бы, ну, нет четкости в импасте в черной. Вот в белой импасте классно, кстати, импасты делать технику стемпинг. А черный тоже можно, но оно не так ярко, как любым лаком. Итак, мы с вами сейчас быстренько какой-нибудь, давайте вот этот, например, да, нанесли. Все это дело убрали. Так, и теперь легкий накат. Практически не давим на подушечку от слова совсем. Так, видно, всем все хорошо набралось. Пока убрали в сторону. И теперь аккуратненько. Я так, знаете, сейчас примечусь как-нибудь. Не знаю, где мне еще цветочки будут, поэтому я так по центру. Пусть будут по центру. И не хочу сильно крупные какие-то буквы. Так, все есть. Лаковая краска или лак для стемпинга, да, он очень быстро, естественно, высыхает на воздухе. Все у нас отпечаталось, все четко. И теперь сразу мы будем готовить, сразу будем готовить, скажите, что по, значит, основу по цветочке. Основа по цветочке. И тут можно поступить каким образом? Можно взять, например, ну, однозначно, я не буду делать сразу цветные цветочки, да, а мне нужно сделать какую-то основу. И чтобы вот на этих черных буквах основа была цветочков хорошо видна, конечно же, надо воспользоваться чем-то белым. Это может быть белый гель-лак. Это может быть белая гелевая краска. То есть сначала мы просто как будто грунтовочкой нарисуем. А рисовать цветочки мы будем кисточкой КЗЛЕ1. Видите, вот КЗЛЕ1 для жестовской росписи. У нее плоский цоколь. Видите, она прижата сверху и снизу. И у нее сама она похожа прямо на готовый лепесточек. Итак, кисточка, название у нее. Кисточка КЗЛЕ1. Это лепесточек-единичка для жестовской росписи. Есть похожая кисточка у Эми. Овал-единичка. Она чуть шире. Самая маленькая, самая узенькая кисточка, которой удобно рисовать цветы в московой технике, это единичка для жестовской... Именно лепесток-единичка для жестовской росписи. А на кисточке написано КЗЛЕ1. Так, можно взять немножко белый гель-лак. Можно, допустим, взять белую гелевую краску. Можно их смешать между собой. На самом деле не важно. Важно, чтобы основа под цветочки, под будущее, была плотно белая. Чтобы где-то там закрыть эти черные надписи. Они будут хоть и на заднем плане, но все равно. И, значит, мы с вами рисуем пять лепестков. Условно пять лепестков. Значит, ну давайте. Будет один у нас, например, цветочек вот здесь. Вот видите, я прям беру и закрашиваю. Я, когда ставила отпечатывание, делала, да, я точно не знала, где я еще расположу цветочки. И, конечно же, давайте вот так вот от балды поставим. Поэтому я, конечно, могла бы на это место не ставить черные эти буквы. Но на самом деле они все равно где-то бы попали. Так, пять лепесточков округлой формы, да, грубо говоря. Это просто основа под будущие цветы. Поэтому я так стараюсь лепесточки поближе к друг дружке изобразить. Я могла бы сразу их делать цветными, девчат. Но из-за вот того, что вот у меня вот эти вот где-то там черные буковки, да, вот тут вот у меня присутствуют. Именно поэтому, как бы я сейчас сначала, как будто грунтовкой пройдусь, подготовлю поверхность для будущих цветочков. А уже потом буду задавать им цвет. Так, раз-два. То есть пять лепесточков, как у звездочки верхушка, боковые лепесточки, два нижних. Так, тут просто сделаем вид, что цветочек там где-то выглядывает. Ну и давайте еще где-нибудь вот здесь вот сверху. Тоже это будет центральный лепесточек. Два боковых. С одной стороны, с другой стороны. Все лепесточки стремятся мысленно к центру, да. То есть вот расстояние лепесточки у всех, как бы, примерно одинаковые. Все они стремятся к центру. То есть вот здесь будет еще один цветок. Ну что, хватит, да, для общего развития. Так. И теперь все поправили. Это пока просто такой, знаете, фантом. Фантом будущих цветочков. Так, все закрыли. Все. А теперь давайте решим, какого цвета у нас будут цветочки. На самом деле это, опять же, не принципиально важно. Ну давайте, например, возьму вот этот цвет, да. Это у нас будет 408. Видно? 408. И теперь вот эти все цветочки, которые у нас такие пока фантомные, я закрашиваю номером 408. Это из нашей новой коллекции. Так, все здесь закрыли. Знаете, просто как будто забор крашу. Конечно же, я стараюсь не выходить за пределы белого. Вот четко вот так вот основу делаем. Как будто бы задаем цвет. Хотя на самом деле, конечно же, у нас будет в цветочках преобладать белый цвет. Мы будем ставить мазочками все эти лепесточки. Но поверьте, вот именно с основой, с основой, с основой, они будут как раз таки смотреться по-взрослому. То есть основа нужна будет обязательно. Так, я все везде, беленький цвет весь прячу. И очень важно мне сейчас для себя отметить, где у меня середина у моих будущих цветочков в мазковой технике. Так, вот здесь где-то серединочка, вот здесь где-то серединочка, да, и вот здесь. А пока просушиваем. Видите, на самом деле оно даже изначально так немножко страшненько смотрится. И нам нужно обязательно, девчат, чтобы вот четко было видно, чтобы пропорцию, да, чтобы вот лепестки все полутом получились у нас одинаковые, можно взять немножко черного гель-лака или черной гелевой краски и смешать с основным цветом, да, у нас будет вот такой вот темный-темный-темный-темный. Значит, затемняем основной цвет, и именно этот цвет у нас пойдет с вами в серединочку. То есть мы берем с вами и обозначаем серединку. То есть вот здесь у меня серединка, я надеюсь, что вам видно. Вот здесь у меня серединка, и, конечно же, вот даже здесь мысленно мы представляем центр нашего будущего цветочка. Можете убрать все лишнее с кисточки и слегка-слегка растушевать, чтобы плавно, да, как бы цвет основной переходил вот в этот ужасный такой затемненный цвет в серединочке. Мы просто таким образом сможем показать глубину. За счет этого цветочки будут смотреться по-взрослому. То есть не по-детски, а именно вот по-взрослому за счет затемнения в центре. А пока это похоже на какую-то размазню с темной размазнёй посередине. Правда же? Так, просмотрю все края. Все края все закрыло. Ну, настолько, насколько мне видно тут из-за телефона. Все, просушиваем. И теперь, девчат, мазки непосредственно. Значит, мазочек, все лепесточки будут у нас состоять из двух мазков. Ну, мысленно, мысленно. То есть можно, конечно, посмотреть и подумать, что это вроде как все мазки, каждый сам по себе. Хотя вот, мне кажется, если присмотреться, то будет четко видно, что вот как бы из двух мазков, один чуть выше, другой чуть ниже, состоит вот каждый лепесточек. И потом, даже если где-то что-то пойдет не так, вы всегда сможете уже потом под готовой поверхностью добавить лепесточки туда, где, на ваш взгляд, они имеют место быть. Да, хочется, например, подправить. А пока первые мазочки мы будем ставить, конечно же, белым рафинадом. Это у нас эмпаста. Да? Эмпаста белый рафинад. И знаете, такой маленький лайфхак. Можно было бы сейчас уже рисовать, потому что мы же гель-лаком раскрашивали. И гель-лак, он, в принципе, липкий. По липкому слою кисточка будет скользить. Но вы знаете, как бы, вот как показывает практика, очень хорошо ставить эти мазочки именно по слайдер-топу. Слайдер-топ, он с липким слоем. И именно по этой шикарной липкой поверхности очень хорошо скользит эта кисточка КЗЛЕ1. Так, и получается очень легкие движения, но при этом все лепесточки смотрятся по-взрослому. Итак, слайдер-топ тоненьким слоем покрываем. Очень тоненький слой. Просушиваете. Ну, как обычный гель-лак, слайдер-топ сохнет в течение 30 секунд. Вот, ну, если вы просушите 10-15 секунд, даже этого хватит времени для того, чтобы, ну, гель просох. Мы все равно же потом будем досушивать. Так, а рисовать мы будем все делать белой эмпастой. Я сейчас приготовлю себе маленькую капельку эмпасты вот сюда на пальчик, как обычно. Так, кисточка, еще разочек, лепесточек. Так, ой, я сейчас не тот взяла. Так, секундочку. Так, сейчас я подсушу, а то я, как обычно, лампу не включила и начала переживать. Сейчас она подсохнет. Так, подсушили 10-15 секунд, потом мы все равно будем досушивать. Все, и теперь, девчат, каждый мазочек, каждый лепесточек будет состоять из двух мазочек. Ну что, поехали, да? Так, кисточка чистенькая. Набираем эмпасту только на кончик кисточки. Кисточку даже можно поставить перпендикулярно поверхности. Перпендикулярно поверхности относительно, ну, как бы, ногтевой пластины. Так, и теперь аккуратненько от краешка, вот так, аккуратненько нажимаете на кисточку. Она будет очень хорошо скользить. Слушайте, знаете, как бы, сама боюсь, как в первый раз. Итак, аккуратно поставили, нажали на кисточку и сразу же поднимаем, двигаемся к будущему центру. Поднимаем. Значит, получается концентрация цвета, концентрация эмпасты, да? Она, вот, конечно же, вот она снимается с кончика кисточки и потихонечку растворяется в пространстве, пока вы двигаетесь к центру. Итак, аккуратно нажимаем на кисточку, поднимаем кисточку. Нажимаем, вот так нажали, да, кисточка как бы расплющилась и поднялась, когда вы подошли к центру. Аккуратно нажимаем, поднимаем, нажимаем, поднимаем. Если поставить кисточку перпендикулярно поверхности, прямо подводить ее по дугам 90 градусов, то даже будут видны, знаете, такие прожилочки. И вот, 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 раз я взяла и поправила, да, как бы один мазочек перекрывает другой мазочек, видите? Так, давайте продолжим. Опять на кончик кисточки набираю красточку и начинаю аккуратненько заполнять лепесточки. Нажимаем, поднимаем, нажимаем, поднимаем. Один лепесточек как будто. Вот у меня вверху, опять же, начиная с краю, наметилась, нажала на кисточку, подняла кисточку. Нажала на кисточку, подняла кисточку. И можно чуть-чуть, как бы, да, сделать вид, что один лепесточек зашел на другой. Так, ну а теперь я чуть быстрее. Раз, два. Раз, два. Один, как бы, как правило, чуть длиннее мазок, второй чуть покороче. И все они уходят по направлению к центру. К центру. Даже такие довольно-таки крупные получились, да, цветочки? Так. Нажимаем, поднимаем. Так. И продолжаем. Так, все, первый рядочек у меня уже есть. Теперь, девчата, это все дело просушиваем. Просушиваем. Надо просушить 30 секунд. Если вы импастой рисуете, да, по готовой, ой, простите, под топ, то можно как раз-таки просушить 30 секунд и закрыть топом. Если вы рисуете по готовой поверхности, то тогда, конечно, лучше просушить минутку. Я сейчас пытаюсь просто запомнить паузу и просушить пока 30 секунд. А вы пока вот на экране будут лежать типсики, да, которые мы сегодня с вами делаем. Один вариант мы делаем с вензелечками, другой вариант с цветочками в мазковой технике, да, аккуратненько. Я же тут успела прорисовать белые эмпасты и вензеля, да, и смазать. И поэтому мне приходится сейчас, ну, чтобы совсем не опозориться, мне же потом надо что-то на экран положить, правильно? Я пытаюсь сейчас на ходу аккуратненько продублировать все-таки белым цветом, чтобы у нас был такой праздник-праздник. Да, второй разочек. Это из-за того, что я поставила в лампу, девчата, а лампу не включила. Каждый раз, знаете, много лет уже как бы вот в прямом эфире, каждый раз нервничаю, что-нибудь вечно вот ту кисточку уроню и не могу найти под столом. Вот в лампу поставила, а лампу не включила. Так. Сейчас я подсушу и вернусь вот сюда к цветочкам. Итак. Так, Татьяна Владимировна, спасибо. Вы вот всегда на каждом прямом эфире прям поддерживаете. Супер огонь, окей. Так. Здесь у нас все высохло. Помните, мы продублировали им пасты. Теперь я закрою все это дело топом. Можно закрыть матовым топом, можно закрыть глянцевым топом. Я закрою в нашем случае у меня вот стеклос под руками. Перекрываем. Либо матовый топ можно взять. Вельвет у нас называется топ-вельвет. Тоже без липкого слоя. Только покрываешь, просыхает, и ноготочек просыхает топ, и ноготочек становится матовым. Ну, короче, что больше кому нравится? Кому-то глянец, кому-то матовый топ. Так, просушим. А пока сохнет. Так, включила. Контролирую теперь все время себя. А тут приходится переделать заново. Ну, может быть, не испорчу на самом деле. Даже если я так постараюсь по-быстренькому подправить вариант, чтобы можно было сделать потом скриншот. Да, то, что мы сегодня делали. Пока наш топ сохнет, потому что нам осталось там буквально два взмаха кисточкой, и все у нас будет готово. Каждый элемент, на самом деле, девчат, несложный. Самое главное, подобрать, я уже говорила, кисточку. Вот 50% успеха – это хорошая, тоненькая кисточка. 25% успеха – это то, сколько вы набираете геля на кончике кисточки. Вы не можете набрать на кисточку геля про запас. Да, это немножечко, вот, может быть, по первости не очень удобно, хотя на самом деле потом это все будет доведено до автоматизма. И каждая линия – это маленькая капелька геля на кончике кисточки. Да, про запас не сможете набрать. Все. Теперь я точно лампу включила. Пока доделаем эти цветочки, она, конечно же… Все, вот, смотрите, все, теперь все это дело под топом у нас. И можно взять кое-где, буквально чуть-чуть. Это же кисточка КЗЛЕ1. Возьму и, вот, например, вот этот лепесточек сделаю более объемным. Вот этот краешек выведу сюда, на передний. Кисточку держу перпендикулярно поверхности. Можно отдельный, очень худенький, вот сюда вставить, между двух основных. Так, вот здесь какой-нибудь лепесток выведу на передний план. А между них, вот тут вот раз, маленький какой-то. Так, здесь достаточно. Так, давайте здесь то же самое. Вот два мазка. У вас есть один мазок и второй. И вот второй мазочек, он как бы заходит на первый. И поэтому вот эту часть лепесточка выведем на передний план. Вот эту выведем на передний план. Можно вот здесь промежуточки, перед какой-то такой вот маленький. Ну, просто, понимаете, это как бы сложности добавляет. Хотя, на самом деле, вы же видели, что каждый лепесточек – это просто базовые мазочки. С базового курса художественной росписи. Есть курс онлайн, есть оффлайн, да, живой курс в классе. Кто в Ростове, приходите. У нас каждый месяц стоит азбука линии художественной роспись. Мы и вензеля будем рисовать, и мрамор, и простые цветочки, веточки. Несколько вариантов всяких абстракций сделаем. Так, и теперь, девчат, тоненькая кисточка, да, которую мы рисовали вензелечке. Так, где она у нас? Вот она у нас. Буквально кончиком кисточки возьму и доставлю сюда маленькие точечки у основания. Хотя, каким еще образом можно украсить центр цветочка? Можно украсить, например, стразик поставить. Можно какие-нибудь блесточков, да, немножко добавить. Вот, ну, абсолютно кто что. Какие-то клепочки, какие-то стразики, какие-то камушки, жемчужинки половинки и так далее. А можно просто взять банально тоненькую кисточку и у основания натыкать много-много-много маленьких беленьких точечек. И все это мы делаем с вами эмпастой. И все это мы делаем с вами на готовой поверхности. Вот. Если, конечно, клиент очень любит грызть ноготочки и съедать гель-лаковое покрытие сверху, то, конечно же, он скушает наш клиент и то, что мы с вами эмпасточкой тут понатыкали. Вот. А если, например, клиент аккуратненько ходит, да, и как бы и все это он вам принесет обратно, чтобы вы откорректировали. Так. Я когда рисую вот эти вот цветочки московые, мне нравится, думаю, может на одном пальчике нарисовать. Но как дело доходит, не могу изменить своему черному френчу. Так, можно немножечко-немножечко контур добавить, где-то что-то подправить чуть-чуть. Ну, нет предела усовершенства. Предлагаю остановиться, просушить это все дело и еще разочек обобщить. Итак, мы с вами сегодня поработали с гель-лаками из коллекции From Down to Dusk. Так, сейчас я вот так вот гель-лаки все в кучу соберу. Вот такие всякие коралловые оттеночки красивые, зелененькие такие, летние. Вот. Хочется рисовать, рисовать. Как же хорошо цветы сдерживают стемпинг и цвет. Да, вот на самом деле, знаете, вот уже когда много-много каких-то мастер-классов проводишь, и немножко думаешь, ой, все, что-то как-то фантазия исчерпала себя. И потом сразу вспоминаю именно вот про базовый курс художки, потому что все элементы, которые мы рисуем именно на художественной росписи, они все как бы могут подойти абсолютно к любому цвету, к любой технике, к любым декорациям, совмещаясь с любыми декорациями. Так, это я пока убираю в сторону. Это так красиво выглядит коробочка. Слушайте, я вот, если честно, от последних коробочек просто обалдею. И так удобно, мне кажется, в работе вообще вот мастер взять, поставил аккуратненько на бочку. Так, ну а это то, что мы с вами сделали вот в таком вот кораллово-зелененьком цвете. Здесь у нас и бензелечки, и цветочки. Так, как же хорошо, так, стемпинг, так, присоединилась. Очень красиво смотришь, легко, а когда приступаешь, так, все. Ой, Христина, здравствуйте. Вы как раз проходите курс, да, мне кажется, вот я видела ваши работы. На самом деле, все дело в практике. Вот чем больше практики, тем, ну, с каждым разом получается все лучше и лучше. Самое главное, не торопиться никуда. Важно подобрать нужную кисточку, важно подобрать удобную для вас кисточку. И вот все тоненькие линии, да, и толстые, и там лепесточки. То есть, как бы стараться рисовать кисточками, которые вот именно к этому подходят. Ну что, наше времечко подходит к концу, девчонки. Всем вам огромное спасибо за ваше участие, за принятие, за участие ваше в прямом эфире. Вот, спасибо за хорошие слова. Всех с праздником, кстати, да, который у нас вот только-только состоялся. Вот-вот-вот уже на всей, мне кажется, везде сейчас потеплеет, судя по прогнозу погоды. И в Ростове-на-Дону у нас тоже. Мне кажется, сейчас теплее в Сибири, в любимом Иркутске, чем у нас в Ростове-на-Дону. Всем удачи, хорошего настроения, весны в душе, наступление лета. И побольше всем денежных клиентов. Всем удачи, до свидания и до новых встреч в следующем четверг в 2 часа дня. Субтитры сделал DimaTorzok